Сегодня у нас в студии гость, исполняющий обязанности директора профильного фонда Александр Бараев. Александр Викторович, добрый вечер, рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. В этом году вступил в силу новый закон, по которому начисление денег на капитальные ремонты будет осуществляться по-новому. Расскажите телезрителям, что это такое вообще? Да, действительно, ЖК РФ теперь предполагает всех собственников помещений, обязывает к обеспечению взносов средств на проведение капитального ремонта своего имущества. При этом закон обеспечивает собственникам выбор способа формирования фондов капитальных ремонтов. Это два способа. Способ накопления на специальном счете, конкретно для своего многоквартирного дома, и способ на счете регионального оператора. Это так условно называемый общий котел. Находясь на специальном счете, собственники дома вправе определять проведение капитального ремонта в любое время, но не позднее сроков, предусмотренных региональной программой. Но при этом необходимо учитывать, что все обязательства, связанные с обеспечением непосредственно исполнения вот этих норм, они вложатся на них. И здесь нужно говорить не только о сборе средств. То есть ведь работа по накоплению фондов капитального ремонта, это подразумевает под собой формирование платежной квитанции, распечатка ее, разнос. Когда приходит время к выполнению работ, это составление дефектных ведомостей, составление смертных расчетов, подбор подрядных организаций, контроль за качеством выполненных работ, приемка работ. То есть вот это все весь комплекс, так называемый комплекс работ, который позволяет обеспечить выполнение капитального ремонта на конкретном квартирном доме. И находясь на специальном счете, собственники должны понимать, что эти все задачи ложатся на них, либо на какое-то уполномоченное лицо, кому они доверят эти все мероприятия. На какой срок рассчитана эта программа? Какое количество объектов будет отремонтировано? На сегодняшний момент программа рассчитана на 30 лет, и она в себе объединяет, в соответствии с положениями жилищного кодекса, абсолютно все многоквартирные дома, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации. В настоящий момент в Архангельской области включены в программу 12 200 домов. Но необходимо отметить, что далеко не все многоквартирные дома должны входить в программу. Жилищный кодекс исключает из программы многоквартирные дома, которые признаны официально признанными аварийными. Как будет вводиться тариф с квадратного метра, и как он будет зависеть от местоположения дома? Здесь определяется субъектом Российской Федерации, соответственно, опять же с нормами Жилищного кодекса. И в Архангельской области уже этот тариф утвержден. Он называется «Минимальный взнос на проведение капитального ремонта». Составляет он на текущий год 6 рублей 10 копеек с квадратного метра помещение. На следующий год это 6 рублей 37 копеек. И на 2016 год 6 рублей 66 копеек с квадратного метра. А какие работы предусмотрены в перечне вот этого капитального ремонта? Перечня работы о капитальном ремонте определен жилищным кодексом. Минимальный набор работ. Эти же виды работы они спроецированы в областном законе. И на настоящий момент их 6. Это все инженерные системы, кровля многоквартирного дома, стены, фасады, подвальные помещения, фундаменты и лифты. Вот это 6 видов ремонтных работ, которые подлежат капитальному ремонту за счет средств минимального взноса. И вот здесь необходимо также отметить, что если мы возвращаемся к специальным счетам, то собственники помещений, как раз находясь на специальном счете, они вправе принять решение, во-первых, о большем объеме финансирования капитального ремонта. То есть могут вправе утвердить не минимальный, а больший, тем самым быстрее саккумулировать необходимую сумму. А также за счет вот этой разницы между минимальным взносом и утвержденной суммой проводить иные виды ремонтных работ по капитальному ремонту, которые есть на любом квартирном доме. Вот это такой плюс именно для специальных счетов. Это колоссальный объем работ, то есть в год вам придется по тысяче, по полторы тысячи домов ремонтировать. Хватит ли строителей? На сегодняшний момент, скажем так, то, что мы оцениваем, как мы оцениваем ситуацию, вот согласно региональной программе, нам в ближайшие пять лет предстоит отремонтировать чуть более полутора тысяч многоквартирных домов. И как показывает наш опыт, по крайней мере, работы уже с подрядными организациями, сегодняшних мощностей, которые находятся на территории Архангельской области, хватит для того, чтобы обеспечить выполнение этих ремонтных работ. При этом мы понимаем, что здесь в связи с нашим законодательством Российской Федерации мы нисколько не можем ограничивать участников по проведению капитального ремонта подрядных организаций. И здесь вполне возможно, что к нам будут приходить претенденты из других областей. Поэтому мы будем оценивать в соответствии с тем документом, который у нас будет в Архангельской области. То есть там как, возможно, как и цена контракта, так и добросовестность подрядной организации в плане наличия у них материально-технической базы, опыта работы, коалифицированных грамотных сотрудников. То есть это все будет оцениваться и в зависимости от этого приниматься необходимым решением. И последний вопрос. Когда ждать первых конкретных результатов? Ну, первые результаты, я думаю, что они будут у нас в следующем году, поскольку в этом обязательство по оплате взносов, минимальный взнос в Архангельской области наступает с ноября месяца. То есть жителям Архангельской области квитанции придут ориентировочно в первых числах декабря. И уже со следующего года, то есть с 2015 года, региональный оператор уже будет проводить ремонтные работы на объектах. То есть по итогам подготовки совместно с муниципальным образованием планов реализации региональной программы, так называемых утверждения краткосрочных планов, мы уже приступим к исполнению работ на территории Архангельской области. То есть в следующем году у нас уже будут первые отремонтированные объекты. Спасибо большое за интервью и желаю удачи вам в вашем нелегком деле. Спасибо, до свидания.